Чемистер Уарлд, Великобритания, данные о нобелевских лауреатах Нил Уизерс, Филипп Робинсон, Бен Валслер, Патрик Уолтер Чемистер Уарлд, Великобритания 10 октября 2019 года С 1901 года Нобелевский фонд присуждает ученым ежегодные премии по химии, физике и медицине, физиологии При этом общее число награжденных не должно превышать трех Нобелевскую премию получили 604 разных ученых Причем, некоторые из них, дважды, например, Мария Складовская-Кюри, Мария Складовская-Чури, Джон Бордин, Йон Бармен, и Фредерик Сингер, Фред Сингер Мы изучили некоторые данные об этих 604 лауреатах и об их работах, отмеченных премией Пытаясь выяснить, сколько времени проходит между публикацией их работы и получением премии Каков индекс цитирования этих статей? И где жили и работали лауреаты? На основе этих данных мы даже создали портрет среднего лауреата Нобелевской премии по химии Информация о лауреатах, страна и принадлежность к организациям и учреждениям Неудивительно, что США лидирует по количеству лауреатов по химии, если учитывать, где они работали На момент присуждения премии, их число составляет 76 Германия, в ее различных ипостасях, занимает второе место, 31 лауреат, а Великобритания стоит на третьем месте и минус 28 лауреатов, по принадлежности к организациям и учреждениям С.М. Иллюстрацию, в том, что касается организации учреждений, картина немного сложнее Если считать всю структуру Калифорнийского университета одним учреждением, то он занимает первое место, 13 лауреатов Сеть научных организаций общества Макса Планка в Германии может заявить об 11 лауреатах Если считать, что Британская лаборатория молекулярной биологии, ЛМБ, Совета медицинских исследований находится в составе Кембриджского университета То университет также может претендовать на 11 лауреатов по химии Если нет, то у ЛМБ, как и у Стэнфордского университета, 7 нобелевских лауреатов Так что все зависит от того, как определять учреждения Данные о миграции лауреатов, где лауреаты Нобелевской премии по химии родились и куда они уезжают Слева указаны страны, в которых родились Нобелевские лауреаты по химии, а справа – страны, в которых они работали на момент присуждения премии В тех случаях, когда страны и их названия со временем изменились, мы приводим их современные названия Понятно, что страны, в которых самое большое число лауреатов, также являются странами, в которые переехало большинство лауреатов Особенно интересно то, что ни один лауреат, родившийся в США, из страны не уезжал Все 59 Нобелевских лауреатов по химии, родившихся в США, на момент присуждения премии работали в своей стране На этой карте мира, СМ, иллюстрацию, показано, как изменилась наука с тех пор, как 1901 году Нобелевский фонд начал присуждать премии На ней указаны места рождения Нобелевских лауреатов по химии, красным цветом, и учреждения, организации, где они провели свою научную основополагающую работу, желтым цветом До Второй мировой войны почти все Нобелевские лауреаты по химии родились в Европе и там же, в Европе, выполнили работы, за которые им присудили Нобелевскую премию Из 47 Нобелевских премий по химии, присужденных до 1945 года, все, кроме трех, были присуждены за работу, выполненную в Европе Заметными исключениями были три химика из США Теодор Уильям Ричардс, Теодори Уильям Ричардс, из Гарвардского университета, 1914 год Гарольд Юрей, Ароль Турей, из Колумбийского университета, 1934 год Ирвин Кленгмюр, Ирвин Клангмюр, работавший в компании Дженерал Электрик, Генерал Элеч Трич, в Скинектаде, 1932 год После Второй мировой войны инициативу в области науки взяли на себя США Это хорошо видно на карте лауреатов по химии после 1945 года Многие из лауреатов, получивших премии после 1945 года, родились в Европе, но уехали в США, где финансирование и условия были более благоприятными для научной деятельности и лучших научных достижений в мире После 1945 года Нобелевских премий по химии были удостойны 82 ученых, работавших в США, и 54 ученых, работавших в Европе Интересная закономерность также прослеживается, если обратить посмотреть на американских Нобелевских лауреатов по химии Многие из них часть переехали с востока страны на запад Будущие лауреаты, родившиеся на востоке страны, в конечном итоге провели свою работу, удостойную Нобелевской премии, на западе, в Калифорнии, в таких учреждениях как Калифорнийский технологический институт, Стэнфордский университет и Университет Калифорнии В отличие от них, лауреаты по химии, которые уехали из Европы в США, поселились на восточном побережье, наверное, чтобы было проще ездить домой к родственникам На карте Великобритании можно проследить ее собственную историю В стране, которую по числу Нобелевских лауреатов, опережают только США и Германия Есть 27 ученых, получивших Нобелевскую премию по химии, которые провели свою грандиозную научную работу в Великобритании На карте видно, что в отношении того, где жили и работали лауреаты по химии, доминирует Золотой Треугольник, Лондон, Кембридж и Аксфорд Такой маленький город Кембридж представлен 11 лауреатами Обратите внимание на время ожидания Каков возраст Нобелевских лауреатов и сколько им пришлось ждать присуждения премии В данных о премиях за конкретный год указан возраст каждого лауреата, а размер точки данных соответствует промежутку времени между публикацией работы и получением премии Вертикальными линиями объединены лауреаты, получившие премии совместно Данные взяты из источников, и от летель, щи Дата, 2019, 6, 33, д. 10.038-64159701900336 Увеличивается и время ожидания присуждения Нобелевской премии Теоретически, количество лет между выполнением работы и присуждением премии должно быть равно 0 В соответствии с условиями, изложенными в завещании Альфреда Нобеля Премии должны присуждаться тем, кто в предыдущем году принес наибольшую пользу человечеству Но на практике этого почти никогда не происходит Даже самая первая Нобелевская премия по химии, присужденная Якобусу Ван Тхофу, Ячебус Ван Теоф, за его работу по химической кинетике, задержалась примерно на 15 лет Более того, в премии по химии почти с соблюдением условий были присуждены лишь Гансу Фишеру, Анс Фишер, в 1930 году за синтез гемина, и супругом Ирины Фредерику Жоля Кюри, Ирине Амперсант Фредерич и Олиот Чури, в 1935 году за открытие искусственной радиоактивности Фредерик был также самым молодым лауреатом Нобелевской премии по химии, он получил ее в возрасте 35 лет На другом конце шкалы, Осаму Шимамура, который ждал присуждения Нобелевской премии по химии, за открытие и развитие использования зеленого флуоресцентного белка, 46 лет Он получил ее в 2008 году в возрасте 80 лет Но вирусолог Фрэнсис Питон Раус, Франчес Питон Раус, ждал еще дольше и получил свою премию в 1966 году, через 50 с лишним лет после открытия онкогенных вирусов Самым старым лауреатом Нобелевской премии по химии является Джон Фенн, и он он, который получил премию за разработку масс-спектрометрического метода исследования биологических макромолекул в 2002 году Но рекорд по продолжительности ожидания Нобелевской премии побит в области физики, Артур Ашкин Артур Ашкин, получил премию за изобретение оптического пенцета в прошлом году в возрасте 96 лет А где все женщины? В остальном за все эти годы кое-что почти не изменилось В частности, мужчины получают Нобелевские премии гораздо чаще, чем женщины Шведская Королевская Академия Наук, которая осуществляет надзор за присуждение номинации на премии, признала необходимость устранения этого дисбаланса и в этом году внесла изменения в процедуру выдвижения кандидатов, которые должны будут способствовать большему разнообразию при выборе кандидатов Судя по предварительным данным Академии, в этом году было выдвинуто больше кандидатов женщин Пять наиболее цитируемых работ, удостоенных Нобелевских премий по химии Три из пяти лучших работ были удостоены Нобелевской премии в 1998 году, которая была разделена поровну между Уолтером Коном, Уолтер Кон, за развитие теории функционала плотности и Джоном Поплом, Йон Поппле, за разработку вычислительных методов квантовой химии Работа Фреда Сингера, опубликованная в 1977 году в сборнике научных трудов Национальной Академии Наук США, КНАСС, является самой цитируемой работой, удостоенной Нобелевской премии за все время во всех трех научных дисциплинах Эта работа по индексу цитирования, 50 тысяч, превосходит следующие наиболее часто цитируемые работы Работу, опубликованную в 1965 году в научном журнале Physical Review, PIS, REF, Уолтером Коном, и работа Андрея Гейма и Константина Новосилова, опубликованную в 2004 году в журнале Science, Щенчи, удостоенную Нобелевской премии по физике в 2010 году Индекс цитирования обеих работ, 37 тысяч Частота цитирования работ лауреатов Нобелевской премии по химии, физике и медицине, СМ Иллюстрацию, каждая точка представляет собой статью, получившую Нобелевскую премию, на оси указана частота ее цитирования Распределение между дисциплинами и медианное число цитирования работ, удостоенных Нобелевской премии, неудивление схоже По химии и медианы составляет 529, по медицине – 475, по физике – 495 В график не включены работы с показателем цитируемости более 5500, по каждой дисциплине – около 10 Как цитируются наиболее цитируемые статьи? Сингер получил Нобелевскую премию, во второй раз, очень быстро после публикации своей статьи в 1977 году, СМ ПНОС 1977 В течение следующих 20 лет эта работа цитировалась очень часто, поскольку его метод широко использовался, и поэтому его работа быстро стала наиболее цитируемой статьей, удостоенной Нобелевской премии по химии Но почему цитируемость после ее пика в 1996 году сокращается? Связано ли это с изменениями научных методов или просто с особенностями цитирования? Эрвин Неер, Эрвин Неер, и Берт Закман Берт Закман, за статью о методах локальной фиксации потенциала, опубликованную в Европейском журнале по физиологии, Флугер Сарчев, в 1981 году, 10 лет спустя получили Нобелевскую премию по медицине за их открытие, касающиеся функции одиночных ионных каналов в клетках Это чаще всего цитируемая статья, удостоенная Нобелевской премии в области медицины, и по индексу цитирования она лишь немного уступает статье Сингера, и ее цитируемость снижается после пика в 1996 году Однако наиболее цитируемая статья, получившая Нобелевскую премию по физике, появилась совсем недавно Работа Андрея Гейма и Константина Новосилова, опубликованная в 2004 году в журнале Синс, Щенчи, была удостоена Нобелевской премии по физике в 2010 году Достигли показатель цитируемости их статьи пика в 2017 году Учитывая, что данные, имеющиеся на 2019 год, по-прежнему неполные Лишь примерно через год можно будет выяснить, снизится ли ее цитируемость, как это было со статьями Сингера и Нейры Закмана Интересное сравнение можно провести с третьей наиболее цитируемой работой в области физики, посвященной высокотемпературной сверхпроводимости Опубликованной в 1986 году в научном журнале по физике, The Pys Ее авторы, Георг Беднорц, Георг Беднорс, и Алекс Мюллер Алекс Мюллер, получили Нобелевскую премию уже в следующем году Индекс цитирования статьи отражает стремительно растущий интерес к этой области после неуклонного снижения популярности Он вышел на постоянный уровень около 200 цитирований в год Среднестатистический лауреат Нобелевской премии Можно ли на основе всех этих данных составить портрет среднестатистического лауреата Нобелевской премии по химии? Да, но насколько это необходимо? Судите сами Среднестатистический лауреат Нобелевской премии по химии – это американец, мужчина, которого, вероятно, зовут Ричард, Джон или Половина Ему 57-58 лет, и он работает в институте или университете в Калифорнии, Калифорнийском университете, Стэнфордском университете или Калифорнийском технологической институте Его научная работа, за которую он получил премию, была опубликована 16 или 17 лет назад В журнале Nietzsche, Натуре, или журнале Американского общества химиков, ЯЧС, и ее индекс цитирования на сегодняшний день составляет 529 Знаете кого-нибудь, кто подходит под это описание? Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова